Друзья, всем привет! Помните, я вам обещал, что я задоначу гемов столько же, столько соберет ролик лайков? Вы собрали 10 тысяч лайков. Ну, конечно, я рассчитывал, что вы больше наберете, но я, ребята, в свою очередь задонатил 50 тысяч гемов. Я округлил, потому что тысячу гемов не сдержался, слил. Но, ребят, вы мне еще должны 40 тысяч лайков, поэтому давайте, ставьте. В общем, я шучу, ребят, на самом деле, я вам говорил, что когда дойду до 8 арены, вот с этой арены уже практически все карты, которые в моей деке, будут доступны уже на 8 арене. Естественно, тут я буду делать уже открытие, потому что пора уже лепить свою колоду, а не прокачивать карты, которые абсолютно не относятся к моей деке. Я уже составил свою колоду, выглядит она вот так, только нету высшей баллы. Вместо гиганта надо взять высшую баллу, и вот такая вот у меня дека, будем ее потихонечку прокачивать. Пацаны, ставьте лайки, все ради вас. 50 тысяч гемов, ну красота, согласитесь. Значит, буду я открывать пока что. Блин, ледяной пик, ай, спецпредложение. О, давайте вот как раз будет повод поставить лайки. Я это спецпредложение задоначу, это будет новая легендарка у меня. Может, пофанимся с ней, поиграем. Плюс 50 тысяч золота. Но, пожалуйста, соберите на этом ролике 10 тысяч лайков. Я знаю, что, я не знаю, в последнее время вам трудно что ли собирать эти лайки, трудно поставить его. Просто просмотров в 5-6 раз больше, чем ставят лайков. Ну, вы уж там постарайтесь. Ладно, давайте, короче, открываем сундук с молнией до того момента, пока я не соберу всю колоду. Посмотрим, что по прокачке будет. Итак, с эпических карт у меня надо вышибалом. Хотя бы, опа, сходу, на, получай. Так, срарок. Не, давайте мне королевского гиганта надо хотя бы. Ладно, все, пропускаем. Совсем немного мы откроем сундуков. Хотя, может быть и много. У нас гемов много, почему бы и нет. Только я вот не знаю, какие эпики прокручивать. Хотя, на самом деле, честно сказать, что сейчас любые карты мне, в принципе, нужны. И вот шарики хотел купить. Вообще, я сейчас на изи буду подниматься дальше. Вот, ну, не знаю. Конечно, жестко мы не будем открывать сундуки. Типа, ну, такое огромное количество раз. Потому что, все-таки, хочется немножко оставить интереса к игре. А так, если я сейчас быстро прокачаюсь, будет неинтересно апаться на этих кубках. Поэтому я пока прокачивать карты не буду. Я пока выбиваю те карты, которые мне нужны. Лучницы у меня в колоде есть. Мини-пека у меня в колоде есть. Осталось вышибалу. Во, вышибал, отлично. Все, все три карты с моей деки. Но мне бы королевского гиганта бы. Так, давайте, кор гиганта надо хоть раз вытащить, чтобы его прокачать. Хотя бы, может, я смогу с ним играть. Разряд оставляем. Так, дальше гигант. Ах, все. Так, что у нас получается? Давайте возьмем вышибалу ко мне в деку. Я сейчас попробую с этой декой сыграть. Придется прокачать все карты. Вот, хотя бы немножко. Так, посмотрим. Валькирия у меня нет. Тут торнадо прикольная карта. Блин, хочется все ставить на самом деле. Новая карта. Интересно поиграть с ними всеми. Так, давайте дальше открываем следующий. О, королевский гигант, пушка. Так, ну нам вышибалу. Нам надо вышибалу хотя бы на несколько уровней выше поднять, чем минимально. Так, 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 дальше едем. Коргигант был, кстати, в прошлом сундуке. Сейчас мы его прокачаем. Посмотрим, на какой уровень он будет нам доступен. Так, варвары. Окей. Окей. Так, сборщик. Давайте еще вышибалу. Надо вышибалу, пожалуйста. Яд. Блин, на самом деле, говорю, любая карта, которая эпическая падает, любую хочется оставить. Потому что я вот только что играл до этого колоды, которые, ну вот, просто исходя из тех карт, которые у меня есть. А теперь у меня практически есть все. Давайте прокачаем, посмотрим, что у нас получится. Естественно, сейчас я буду уже седьмой уровень после прокачки. Королевского гиганта по максимальному апаем, потому что это основная моя карта будет в колоде. Так, на какой уровень я могу его прокачать? Так, шестой, шестой. Ну, я не знаю, шестой это нормально, ребят, для восьмой арены. Так, лучниц тоже прокачиваем. Потому что эту деку я буду использовать везде. Так, фаерболл. Сейчас я буду уже седьмой уровень. Фаерболл только на шестой. Хотя для рарки это вроде как должно быть нормально. Хотя не знаю. Так, мега миньон на какой? Мега миньон, походу, тоже где-то на шестой, да. И мини-пека также на шестой. Не, ну, надо еще немножечко пооткрывать сундучки, потому что, блин, мне кажется, надо сильнее карты немножко. Вот, смотрите, вот такая вот у меня дека. И я седьмой уровень. Можете меня с этим поздравить. Окей, поехали дальше. Поехали. Бац, я сделаю скриншот. Вот так, оп, хорошо. Так, поехали. Летучие мышки. Три мышки тера. Крутим до королевского гиганта. Хотя, стоп. Ой-ой-ой. Фак. Фак. Фак-фак-фак. 89 королевских гиганта. Ха-ха. Прокрутил. Мискликнул. Бывает. Бывает. Так, еще раз. Может, повезет. Бомбер. Бомбером играл до этого. Ай, блин. О, разряд. Ну, хоть что-то с моей деки. Так, едем дальше. Ой, вышибало. Прекрасно. Печка, наконец-то. Печка у меня тоже слабенькая. Надо ее прокачать маленько. Так, о, и лучницы. Прекрасно пропускаем. Все, все три карты с моей деки. На самом деле, я сейчас уже буду останавливаться, потому что слишком много гемов уходит на эти сундуки. Желательно дождаться сундук фортуны. Подходящий, да? А че я прокручиваю эпики? Мне что, недостаточно вышибалы? Я сколько уже потратил? 4 тысячи, да? Вышибало восьмого уровня, в принципе, нормально. Зачем мне выше? Единственное, что знаете... Вот сплэш урона мне не хватает. Там против всяких миньонов, против всяких вот этих... Вот этого всего мне реально тут будет не хватать. Печка будет всегда фаерболом сноситься, поэтому надо прокачивать хорошо печку, так как это будет являться моим сплэш уроном по воздуху. Вот. Ну, короче, эпики мы не будем крутить. Чисто кургик и печка нам сейчас надо. Отлично. И печка. Все, это наша цель сейчас. Хоть немножко прокачать, и потом пойдем в одну онлайн-каточку. Ну, давайте, в принципе, еще 5 тысяч гемов я могу потратить. Хотя посмотрим, если сейчас будет падать то, что я хочу. Пока что не падает то, что я хочу. Блин, как прикольно донатить на новый аккаунт, ребята. Это просто жесть, сколько сейчас пополняется карт. Кстати, напишите в комментариях, какая судьба этого аккаунта. Как вы думаете, какую сделать судьбу этому аккаунту? Разыгрывать, продать его, оставить себе, я не знаю, подарить кому-то, чтобы кто-то играл. Ну, я не знаю. В общем, напишите, разыгрывать его потом в конце или не разыгрывать среди вас. Потому что, ну, честно сказать, если вот оставить мне, то не факт, что я буду на нем играть. Вот, я вот дойду к той цели, которую я хочу, да, на этом аккаунте взять, там, к примеру, кубки какие-то и прокачку сделать. И все. И у меня интерес, скорее всего, к нему пропадет. Захочу что-то новенькое. Вот, просто у меня для этого есть основа, которая, блин, годами прокачивалась. И которая гораздо будет лучше, чем этот аккаунт. Ну, вот. Ну, в качестве тинга, в принципе, можно было бы оставить. Ну, не знаю, в общем, напишите в комментариях, пацаны. И досмотрели вы ролик вообще до конца тоже? Вот, если досмотрите, то напишите, до какого момента вообще смотрите ролики, вот. Вот, да, напишите. Так, мега-миньон. Ну, блин, печка не падает. Не падает печка, что поделать? Что поделать? Мортира, варвары. Блин, я в шоке, сколько карт падает. Мы уже практически все карты, которые мне надо, точнее, которые есть, до восьмой рены выбили. Так, мега-миньон. Так, дальше едем. Ой, дракончик выпал. Можно дракон... Блин, лучницы были, я их прокрутил. Дракончик выпал, я его так хотел, блин. Я его, наверное, возьму в колоду Докор Гиганта. Сейчас вместо чего-то, вместо чего-то возьму, потому что, блин, сплэш урона точно мне будет не хватать пока что. Или буду пока играть Пекой, я не знаю, посмотрим. Так, все, давайте еще несколько сундучков и будем закругляться. Потому что, блин, ну я считаю, что это... Я много сейчас трачу, и толком колода моя не прокачивается. Так, разряд, отлично. Мне Пека вышибала, тут даже добавить нечего. Так, следующий, следующий сундук. Сколько сундуков? Так, ну дайте Кур Гиганта. Хотя нам... Нам больше всего печка надо, а не Кур Гигант. Так, все. Вот сейчас еще 2-3 сундучка и все. Блин, ну пожалуйста, Кур Гиг. Кур Гиг. Кур Гиг. Кур Гиг скелета, окей. Все, да. Вот, 2... 3 сундука давайте. Это первый. Так, миньоны. Плиз, Кур Гиг. Главное сейчас с ними скликнуть. Да ну сука. Второй. О, разряд. Печка, печка, печка. Давайте печку. Печку, пожалуйста, печку. Да ну какой коллектор? Печку. А, и последний. Хотя, нет, не последний, еще 2. Потому что там как раз нормально так останется гемов. Округлим. Сколько? Вот смотрите, да? 300 гемов, они ни туда, ни сюда. Поэтому их открываем. Так, точнее тратим. Фаербол оставляем. И давайте. Ну, Кур Гиганта, последний сундук ведь. Ах ты ж, блин. Ну все. 41 тысячу гемов мы оставляем. Ну давайте попробуем. Одну каточку. Может этой, может этой прокачки достаточно. Я не знаю. Ребята, отыграл я только что 2 каточки. Одну проиграл, а вторую на ничью сыграл. И либо мне не везет. И мне подбираются пеки. Либо тут все играют пеками. Он инферно. Потому что, ну, у меня наносит урон только Королевский Гигант. Я считаю, что он сейчас нехорошо еще прокачан так сильно. И вообще в целом колода. Чтобы, наверное, с ней сейчас играть. Просто, ну, либо много контры мне тут будет. Либо надо прокачать лучше деку. Поэтому я думаю, что ее может в архив поместить. И пускай она пока прокачивается. Поиграть с другими колодами. Ну, блин, смотрите. Каждый поединок пека. Пека контрит Королевского Гиганта. А у меня наносит урон только он. Либо сюда интегрировать кладбище, к примеру. Хотя бы, чтобы еще вместо Королевского Гиганта у меня были юниты, которые наносят там урон, к примеру. Что я вообще говорил? Я просто смотрю. Я имею в виду, что чтобы не только Королевский Гигант наносил урон, а, к примеру, там взять кладбище. Чтобы можно было еще атаковать с кладбищем. Шикарно. Бля, прекрасно. Может, пека сдохнет уже. Так. Тихо. Хок с пекой. Слушайте, распространенная колода здесь. Ну, это уже третья колода, которая мне подбирается с пекой. И вторая пека хок. Надеюсь, там нету инферны. Так, ладненько. Хорошая торнадо. Давайте сцельем Королевского Гиганта. Да, да. Армию скелетов на вышибалу. Ну, мне пока что, наверное, везет из-за того, что соперники тут додики. Мягко говоря. Но это еще мягко говоря, реально. Вот. Давай, давай. Сколько сносит? 200 хп сносит Королевский Гигант на седьмом уровне. Много это или мало, хрен знает. Но в целом, в целом играть с ним можно. Но опять же, если грамотно будет игрок с пекой, да? Грамотный игрок с пекой мне подберется. Это контр. Сто процентный. Поэтому я думаю, что возможно, еще я поиграю не своей декой, а какой-то другой там. Не знаю, ну, с пекой. Либо что-то. Либо кладбище сюда запихнуть в эту деку вместо чего-то. Вот. Либо пока что поиграть с другой декой. Не знаю. Так. Давайте здесь ставим печку. Либо вот ждать сундук Фортуны, чтобы выпали карты какие-то с моей деки. И просто выносить всех. Ах ты, сучка. Сучка, сучка. Так. Шарик. Ух, я думал, долетит. Но взорвется возле вышки. Готовим разряд на армии скелетов сейчас. А ее нету армии скелетов. Прекрасно. Ну, вот так вот нормально. Там уже не нужен разряд. Здесь сплит лучниц. Я не знаю, что. Давайте мини-пеку сольем. И поставим печку. У него же еще хок, да? Там хок, да. Так. Здесь вышибалу. Ах, мини-пека, блин, сейчас пострадает. Так. Ну, ничего. Хорошая торнадо. Хе-хе-хе. Только я не понимаю, зачем. Здесь мега-миньон. И вот поставим сюда кор гиганта. Здесь разрядом уничтожим практически всех гоблинов. Ну, это да. Это победа. Я хочу еще одну каточку сыграть. Я думаю, что... Ну, чтобы определиться. Если еще раз мне подберется сейчас пека, то я считаю, что пока эту деку использовать рано. Либо ее хорошо надо прокачать, либо пока ее использовать рано. Еще одну каточку играю. До этого две я вырезал. Они, ну, ни о чем были. Наконец-то я могу контрить дракона. У меня появился мега-миньон. А то до этого я контрил дракона ведьмой, блин. Это было... Ну, неправильно, что ли. Ведьма против дракона проигрывает. Так. Седьмой уровень. И я седьмой, кстати, уже. Я и не заметил, как быстро растет мой аккаунт. Хабиб, красавчик. Эм... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да неужели это нормальная колода? Так. С лавой. Только, 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 только... Чем мне ее контрить? Готовим фаербол сейчас. Или что мы там готовим, я не знаю. Печку поставим. Печку поставим. Здесь мега-миньон. Хорошо. Так, он фаербол, да, слил? Надеюсь, что он играть не умеет. Надеюсь, что он играть не умеет, потому что... Я не знаю, мне как-то страшно. Так, хорошо. Духи прям по таймингу. Лучник, значит, сливать не будем. Сейчас запускаем мини-пеку, потому что... Сейчас, смотрите, и духи на подстраховку. Мега-муха у нас. Готовим разряд на всякий. В случае армию скелетов он слил, поэтому мини-пеку он пропускает. Я понял. Значит, смотрите, нам... Наша задача не сливать сейчас юнитов, которые... Деф от воздуха, короче, да? Потому что, ну, лава шарфа у нас, я так понимаю. Вот. Так, здесь, смотрите, лучницы. Отлично. Так. Ох ты, блин. Ну, я надеюсь, шарик тычку не сделает. Нет. А, не сделал. Я думал, сделает, правда. Ну, прикольно. Это, наверное, из-за того, что... Он почти сделал тычку, потому что у меня... Опять слабая прокачка. Опять я ною. Да ладно, похер. Я... Не, я не ною. Я просто говорю объективно, как она есть. Так, здесь коргигант сюда. Ну да, тут парень не умеет играть. Хотя бы тычку. Опа, минус 200 хп. 200 хп. Так. Давайте сольем выше балу на эту сторону. Ставим печечку вот так вот. Он решил по правой стороне. Остается 30 секунд. Я не знаю, успеет он. А вообще, моя печка наносит урон по вышке? Не, не наносит. Так, окей. Коргиганта сливаю. Сливаю коргиганта. Здесь лучниц. Готовим разряд на что-то готовим. Где его шарик? Он... Не, он не умеет играть. Мне повезло, что он не умеет играть. Так, сюда фаербол, наверное, кинем. Или что? У меня 10 эликсира. Да все, это победа. Ах. Да не, в принципе, играть можно. Опять же, если будут подбираться разные колоды. А не так, как мне. Три колоды подряд с пекой. И только одну из них я затащил. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. 10 тысяч лайков соберем. Я открою вот этот сундук. Выбью какую-то новую лего. Эта колода, да, она остается для меня запланированной колодой. Но я, с вашего позволения, буду менять их. Пока что у меня позволяет возможность это делать. Смотрите, сколько я карт за сегодня выбил. Смотрите просто. Ну, правда, хочется поиграть всеми. Подписывайтесь. Сегодня, кстати, будет стрим. Приходите. Нажимайте на колокольчик. Не пропускайте. И еще сегодня будут ролики. До новых встреч, ребят. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»